Алла Пугачёва, например, да, вот Филипп Киркоров, понятно. Но вот мне кажется, Алла Пугачёва — это пример достаточно удачной пластики. На восьмом десятке мы знаем все, сколько Алле Пугачёве лет, видим, в какой она форме, видим её лицо, и иногда даже кажется, что сейчас она лучше выглядит, чем тогда, когда пела песню Орликина, да? Конечно. Я с вами согласен. Да, но это что? Это тоже подтяжки, это какие-то методики. Вот с чем это связано? Вот мы видели Валентину Матвиенко, к примеру, Валентину Терешкову, там, Алину Кабаеву, которая хуже, чем Алла Пугачёва выглядит, хотя у них разница лет 40, да, вот, и Алла Пугачёва. У неё какие-то особенные хирургии, у неё какая-то особенная методика. Мы же видим, что она, в принципе, и стройна достаточно. Вот с чем это связано? Вот. Кто делает Аллу Пугачёву? Я с большим уважением отношусь к Али Борисовне не только как профессионалу, но и как человеку, который занимает правильную гражданскую позицию. Вот. И... Но мне, очевидно, как профессионала, что, конечно, без пластической хирургии тут не обходилось. То есть, причём, я думаю, что количество операций, которое было выполнено, наверняка уже перешагнуло за два десятка. И причём, я думаю, что операции по подтяжке лица, там, наверное, ну... Скоро приблизится к десятку. Там штук пять или шесть подтяжек за всё это время было проведено. Я помню, были и не очень удачные примеры, когда она подтягивала лицо. Но последние, которые она сделала, они выглядят очень естественно и очень впечатляюще. Я видел такие результаты. И это немножко новые методики, которые развиваются в пластической хирургии. Она тоже не стоит на месте. То есть, это более глубокие подтяжки шеи, лица и немножко другой взгляд на возрастные изменения. То есть, сейчас не только тянут лицо, это одновременно уменьшается нос, уменьшаются мочки ушей, подтягивается верхняя губа, потому что она тоже удлиняется с возрастом. То есть, это целый набор необходимых маленьких таких штрихов, которые в результате приводят к очень хорошему результату. Да, ну и стоит отметить, что Алла Борисовна, она артистка в первую очередь. Она не чиновник. И артистам это не то, что простительно, но это такой must-have. Мы все помним шер, как выглядит шер, к примеру, и Алла Борисовна. Резюмируя. И я тут могу заметить, что тут еще, наверное, выбор хирурга. И вкус у Аллы Борисовны к хирургу и, наверное, внутреннее чувство, кого подобрать, неправильное. Ведь когда приходит человек на пластику, это должна быть какая-то синхронизация, то есть, должен какой-то быть резонанс. То есть, когда хирург понимает, что хочет пациент, и пациент понимает хирурга, взаимное доверие. Когда этого нет, результата не будет, или он будет негативный. Однозначно. Ну и вкус тут тоже имеет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!